приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сада город цветы в моей почте собралось несколько таких вопросов по поводу лука и эти вопросы совпали с теми работами которые я провожу на луке и убедилась в том что такие вот проблемы появляются сейчас у многих и ваши фотографии свидетельств потому но давайте рассмотрим вот я то что я делаю что я использую на луке для того чтобы избавиться от луковой мухи конечно от нее избавиться полностью невозможно но но вот мои поливы вот к чему видите у меня вот здесь хотя казалось бы раньше по примерам можно было высаживать и бархатцы и морковь рядом растет морковь все равно луковая муха из этих погодных условий с ума сходит и вот где попало откладывает яйца и вот портит лук но здесь видите лук в основном нормальный вот у меня здесь на окраине на краю грядочки я оставила не поливала этим раствором которые я сейчас чуть чуть позже расскажу здесь лук нормальный и я еще посадила лук сейчас пойдем я вам покажу здесь у меня лук молоденький я поздно его посадила это у меня был лук зимой я высаживала его в декабре и в связи с тем что вот эти погодные условия обычно в апреле месяце у нас вот эти все процессы когда начинает цвести вишня и одуванчик я и высаживала лук и зимний я обрабатывала его просто раствором поливала а сейчас получается с луком проблемы в плане того что его очень мало выращиваю много а на рынке как раз получилось что очень хороший лук был я вторую посадку сделал ну вот если я его не обработаю то есть не буду профилактически проводить поливы то естественно будут вот такие проблемы с этим луком мне пришлось уже когда я увидела вот это заражение уже луковой мухой вот видите яйца уже сгорели они видите здесь тоже четко видно что это уже коричневая она просто-напросто вот они сухие эти яйцекладка мухи вот здесь тоже выгорела получается что мои обработки очень хорошо сработали вот видите сколько их вот они здесь были вот и дальше уже выхода новых вредителей нету сейчас еще этот проверю нет он уже тоже коричневый уже не живой вот если оставить не обрабатывать во первых весь лук погибнет там где уже есть луковая муха урожая не будет и затем она перейдет вот на эти новые посадки на молодые посадки это уже будет второе поколение у нас смещение идет получается уже начало июня вот это я заметила вот эти проблемы где-то 22 мая такого позднего лета первого поколения мухи у нас еще не было у нас обычно в апреле но естественно зная уже что вот такая ситуация с луковой мухой я наблюдаю иногда вижу такая маленькая мушка и зелененькая яркая спинка и тогда я уже начинаю делать вот этот раствор профилактический и здесь я уже тоже провела профилактический полив я не обрабатываю почему нельзя обрабатывать потому что это бесполезная обработка если быстро аммиак поднимается воздух испаряется а так я вот что я делаю я беру провожу раствор такой готовлю вот эти этого раствора аммиак урощена то есть нашатырный спирт 10-процентный аптечный 3 столовые ложки полные столовые ложки и 2 и вот эта перекись водорода трехпроцентная добавляю на 10 литров еще 20 ложек вот этой перекиси водорода это конечно получается очень хорошее азотное удобрение но что я делаю если муха есть муха во первых убирает вот этот нашатырный спирт и перекись подкормочка и убирает еще если какая-то есть болезнь вот они вносят видите что получилось я вот уже обработалась полила и после этого засохла и нету дальше распространение болезней и вот этой то что оставляет после себя отходы куколка вот это червячочек беленький обычно и поражает всю луковицу луковица получилась сухая вот благодаря тому что я использую вот этот в сочетании вот этого перекись водорода трехпроцентная тоже аптечная и так на 10 литров 3 столовые ложки нашатырного спирта и 20 ложек перекиси водорода тоже столовая после того когда приготовила раствор сразу же приступаю к поливу да это очень такое дело занятный очень долго нужно но вот смотрите если я для зимнего лука если он уже большой мне нужно 250 миллилитров для лука который вот маленький сейчас я где-то по 100 миллилитров поливая под каждую луковицу вот экономия раствор поэтому я под каждую луковицу не так уж много на даче этого лука для того чтобы уделить каждому луку внимание и получить хороший урожай поэтому я вот таким образом играю с это делаю вечером а на второй день уже за вот маленькими грабельками закрываю вот эту почву для того чтобы как можно больше осталось вот этого запаха нашатырного спирта не нравится им запах и естественно они разлетаются улетают и вот этот озимый лук так называемый я ему поливала по 250 миллилитров вот такого раствора но сейчас чтобы высчитать когда следующая вот обработка и полив естественно я плюсую к моменту когда вот появились вот первые признаки и первая муха летала это где-то было 17 мая вот 17 мая плюс 18 минимум дней это у нас получается начало июня можно добавить еще пару дней то есть нужно будет где-то с 3 июня по 6 июня нужно будет провести полив вот от того лука который у меня находится в высадке молодой лук лук репочка который я высадила очень поздно уже в мае месяце ну а здесь просто-напросто можно пройтись этим же раствором без перекиси водорода просто пройтись и опрыскивать для того чтобы был запах нашатырного спирта и луч лук даже смотрите если на маленький лук они откладывают яйца чаще всего ближе к корешку то здесь уже лук взрос и вот это кстати преимущество зимового лука но вот и сверху даже могут вот эти вредители луковой мухи портить нам лук поэтому нужно будет просто еще одну обработку через пару дней срочно пролить молодой лук а вот этот лук обязательно пройтись еще нашатырным спиртом 10 литров воды 3 столовые ложки нашатырного спирта на этом мы прощаемся с вами всего вам самого доброго удачи защитите свой лук от луковой мухи ну а это видео подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик желаем вам удачи всего доброго до новых встреч в новых видео